Девушки отдыхают А меня еще ждется впереди Ну я так понимаю, что вы подростковый период более-менее благополучно пережили, гладко Подлитковый период пережил так нормально Ну так сталося, что я развился, нужно было держать связок с сыном Хлопцам всегда нужна мужская поддержка Я старался очень много сотрудников, чтобы с ним поспілкуваться, ему рассказать Узнать, что у него в школе, или уже есть какая-то девушка, или нет Ну я так старался с ним постоянно быть, когда была вольная хвилинка, постоянно спілкуваться А Оленька, а у вас как было? Ой, у меня было вообще замечательно Во-первых, у меня девочка, то есть проблемы касаются в основном внешнего вида девочки В результате мы прошли через такое понятие, как колорирование, то есть окрашивание волос в разные цвета Мы побыли немножечко готами Мы закончили всей семьей курсы парикмахеров Мы закончили курсы маникюра, педикюра То есть у нас креативный такой переходной подростковый период Мой сын, когда был подростком, у него тоже настолько были разные интересы И я сперва пугалась всякий раз, когда что-то новое возникало А потом настал момент, когда он сказал Наверное, мама, я пойду служить во французский легион И тут мне стало так плохо и страшно К счастью, все эти периоды прошли благополучно Но не всегда это так происходит, к сожалению, у детей и родителей Символом стены непонимания, который возникает, будет вот это изображение стены Ну и во время нашего разговора мы будем находить решение выхода из проблем И потихоньку открывать их Анна проанализировала все те письма, которые приходят в адрес Сэбуды Добре И выделила пять основных причин, проблем Из-за которых и возникает стена непонимания между родителями и детьми-подростками И сегодня мы эту стену разрушим, выяснив причины и подсказав, как с ними можно бороться Первое, вот это письмо, которое написала Светлана из Харькова Мой 14-летний сын связался с дурной компанией Страшно мне, как бы он не начал принимать наркотики Потому я сказала, что позвонили из школы и попросили некоторые анализы для карточки Но он случайно нашел результаты анализов и все понял С тех пор он со мной не разговаривает уже почти месяц А домой стал приходить еще позже Как мне вернуть доверие сына? Итак, вот первый камень Это камень, который называется недоверие Мать не смогла сформировать доверительных отношений Да, а теперь получается, что она говорит, что тебе в целом верить нельзя И я вынуждена проверять каждый твой шаг Поэтому не пользуйтесь техникой того, что вы шпионите за своим ребенком А как же маме нужно было действовать в этой ситуации, если у нее такое страшное подозрение возникло? Прежде всего, маме нужно признать, что у нее страшные подозрения Сказать, это мне важно Я за тебя переживаю Успокой меня Я готова на все Сделай доброе дело Расскажи мне, как дела обстоят на самом деле Давай поставим крест на всем, что было ранее Не имеет значения Давай сейчас, здесь и немедленно решать эту ситуацию Помоги мне, мой дорогой У тебя все в порядке Да, но фактически маме нужно быть готовой к тому Что он действительно может оказаться человеком, который принимает наркотики Тогда уже бороться с этой проблемой Но лучше, если в этот момент выяснится, что все-таки какое-то доверие существует Важно, как можно искренне и больше рассказывать о себе Причем не только о своем позитивном опыте А и о том негативном, что с вами было Следующий момент Не критикуйте И будьте уверены, что те ребята, с которыми дружат ваши дети Они заслуживают уважения Хотя бы потому, что вы любите своего ребенка И просто так он не выбрал бы себе того друга и собеседника Который совершенно не заслуживает его внимания Если мы не уважаем друзей нашего ребенка Ребенок будет их просто скрывать Мы можем вот где-то контролировать, где-то советовать Чем чаще дети вхожи в наш дом Со своими друзьями Тем больше шансов оказаться тем взрослым Который направит и собственное чадо И его друга Делая вид, что ты не будешь общаться с этими ребятами Это плохо Мы сразу даем ребенку ключ А той дверь, в которую он пойдет, закроется от нас И дружить он будет с теми, с кем дружить нельзя Я вспомнила, когда у сына был подростковый возраст Я заранее начала волноваться, что он попадет в плохую компанию Наверное, как большинство мам И мне моя подруга, она тоже психолог Она сказала Ты зубы его приучила чистить? Я говорю, да В еде он разбирается, что можно есть, что нельзя Да В чистой одежде ходит? Да Она говорит, тогда не волнуйся Он и друзей будет выбирать так же По тому состоянию, в котором он живет И если в семье все хорошо Привиты какие-то правила То он не пойдет в плохую компанию Я всегда стараюсь доверять своей дочке Но опять же, если вдруг она где-то задерживается Приходит не вовремя То у нас это все происходит сейчас уже гладко и хорошо У нас был такой случай, что Саша пообещала, что она придет в определенное время И мы ждем, это уже было темно, вечер Ждем ее там, нет 15 минут, нет 20 минут, нет полчаса Начинаем ей звонить Телефон не отвечает Мы начинаем дергаться Проходит час Ребенок приходит Она открывает дверь своим ключом Входит И она только посмотрела на меня Посмотрела на мужа Единственное, что я спросила Саша, с тобой все хорошо? Она говорит, да А я так вот как стояла, так вот это вот и села Она говорит, мама, ты только не переживай Ты только не переживай А у меня уже началось, знаете, вот такое вот нервное потрясение какое-то Она походила, походила, говорит, ну ладно Говорит, я в следующий раз буду предупреждать И теперь у нас всегда так Если садится батарея, там где-то у нас приходит смс-ка Там мама, я там-то, там-то, там-то У меня такое вот произошло Я всегда тоже отзваниваюсь И это вот у нас воспринимается не просто как форма контроля А форма, скажем так, вот заботы о ближнем Который действительно за тебя беспокоится Важно помнить, что они с удовольствием эти правила нарушают Они тестируют, что будет, если я это сделаю 14, 15, 16 лет Это какая-то константа, постоянная история Которая никогда не изменится Если ребенок свое не отбунтует в подростковом возрасте Хотя бы вот в таком каком-то процессе Его все это догонит потом Когда последствия гораздо более значимые и серьезные И вот почему так важно найти взаимопонимание Именно в возрасте подростковым Следующий камень в стене недопонимания Это замкнутость, закрытость ребенка Моей дочери 14 лет А я совершенно не знаю, что происходит в ее жизни Она мне ничего не рассказывает Вижу, что случилось что-то Ходит угрюмое в депрессии Но на вопросы не отвечает Как достучаться? Я один раз видел такой приклад Мы гуляли с Вадимом Я приехал домой Гуляли И неподалеку в парк И шла людина Яка трошки меньший сын был И она его таким тоном Отчитывала Ну так я понял Он позже пришел домой Мав прийти домой Она пошла его шукать Мама Это неправильно Потому что дитина Еще больше будет замыкаться Она пришла Потому что у нее там есть Она не может открыться Потому что она знает Как я сейчас скажу маме Читатове Скажешь Вот в школе было то А я тебе сказал А ты такие-сякие И пошла и поехала Я, во-первых, никогда не пытаюсь Нападать на своего ребенка У меня такого нет Что вот раз ты пришла в плохом настроении Немедленно мне расскажи Доложи Зачем ты это сделала Глупая ситуация Поэтому я даю ей время Чтобы она спокойно остыла И потом начинаю с ней спокойно общаться И уже рассказываю Как бы вот о своих каких-то проблемах О своих делах Там даже может на отвлеченную тему И постепенно Когда она хочет Она раскрывается И мне все рассказывает Ну с мальчиками, по-моему В этом смысле сложнее Они же независимые То есть я со временем поняла Что мне вообще нельзя вопросы Особо задавать сыну Когда он уже перешел Подростковый возраст То есть теперь я Жду, когда мне что-то расскажут Это такое счастье Когда он начинает говорить Мама, я женюсь Я понимаю так Что и это вот так Я когда-то услышу Вот у подростка, у ребенка У него очень обостренное ощущение Того, что кто-то вмешивается И вклинивается в его пространство Представьте себе Что вы принимаете ванну И кто-то входит без стука Это неприятно Если мы постучим в дверь Нам откроют А если мы сразу ворвемся Нам укажут на выход Не пытайтесь рассказывать ребенку И говорить как можно больше Не пытайтесь показывать эмоции Лучше тезисно Чем меньше скажете вы Тем больше шансов Что ребенок сможет быть с вами откровенен В какой манере мы говорим Со своим ребенком Кивайте Присоединяйтесь к тому Что он говорит Показывайте Что вы понимаете Что ему нелегко Сейчас озвучивать То, что он собирается Вам сказать И не употребляйте фразу Я в твоем возрасте Такой не была Если ты такой не была Значит ты меня не поймешь Лучше говори Слушай Я вот А я не знаю А у тебя так Расскажи Как говорит моя свекровь Да только один папа Не делал ошибок И не помнит Как получал двойки Да Эта фраза у меня Вот постоянно Красной строкой Я понимаю Мы все совершали ошибки И поэтому нужно Относиться уважительно К уже взрослому человеку Вот пользователь Нафанка Пишет на нашем форуме Моя дочь В этом году Заканчивает 9 класс И надумала поступать на певицу Никак не можем ее отговорить Это ведь не профессия Мы хотим Чтобы она стала экономистом А она ни в какую Постоянно скандалим Она упрекает нас в том Что мы плохие родители Как мне переубедить ее Что ей нужна нормальная профессия И следующий камень В стене непонимания Между родителями и детьми Это навязывание собственного мнения Это то же самое Что выбирать жениха или невесту Дайте возможность ребенку Пробовать себя в разном Я понимаю Что поступление Это очень серьезные истории Это деньги Это какие-то Сложные жизненные моменты Но если ребенок Не протестирует себя Как человека Который может ошибаться Который может менять свое решение Шансов на успех в профессии Быть просто не может Если вы прививаете ей Уверенность в том Что вы точно знаете Что ей нужно Скорее всего Она возненавидит Ту профессию Которую вы ей Ну вот поженили Мне хочется сказать Важно понимать Что нужно дождаться Пока ребенок сам Обратится за советом Если мы успели Сказать впереди его вопроса Ответ его не интересует У меня такое было Кем мы только не хотели быть Когда она в первый раз Со мной попала На косметологическую выставку Ей очень понравились Какие-то ферические прически Мы захотели быть парикмахером Потом мы посмотрели Как красиво работают массажисты Мы захотели быть массажистом То есть мы пошли к папе Начали там что-то выяснять Потом мы захотели быть дерматологом Но ей сказали Что нужно закончить мед Это нас не остановило Даже когда ей сказали Что она же пойдет в морг Она сказала в морг Она согласна Но через какой-то период времени Она пришла Говорит Мама А правда что дерматологи Лечат и бабушек Я говорю Ну конечно Она говорит А можно я не буду дерматологом Какая хитрая девочка Потом походила Походила Говорит А можно я стану химиком-технологом В результате Мы учили каникулы Математику Химию Я вспомнила все Что там вот когда-то знала Выучила новое с ней Мы пошли Сдали документы в лице Съездили на все экзамены В результате Мы прошли Но она потом выходит По лестнице Говорит Мама А ты не обидишься Если я не пойду в лице Я вздохнула Говорю Почему Ну я так подумала Далеко ездит Это 40 минут туда 40 минут назад А я хочу утром спать Ну в общем В результате Мы вот так вот проходили Все вот эти вот этапы Она у нас И на гитаре играла И ходила в театральные кружки Ну в результате Сейчас решила Стать психологом В общем посмотрим Дети наші Наши квіти Як кажуть И они практически Самые не знают Что они хотят Зараз они хотят Бути рокерами И брейкерами И тому подобное Правильно Аня сказала Что дитина Приймає Зразу Что батьки Її не підтримують Что батьки Просто хочут Зробить Її гирше Навіть У моему віці Колись Коли я поступав И дата Казав Иди Я не хочу Учитися Бо я вот Бо ви меня Ждав Отправили А навіть Випадок Бо у мене Вадим захотів Планшет Ну Зібрати на планшет Я самих буду Збирати У мене є Там 100 гривень Я буду Збирати Ну Поки він Збере на планшет Ну Зрозуміло Я йому Объясняю Вадим Дивись Є взяти Кращий нормальний Планшет Не Все Ну Він як загорається Чимось У него все Горить Усе Уже І Уже Він починає Він до баби дзвонить До одної До другої Що сам на роботу Развіл діятів Я в Києві Він дзвонив Мій тату Ти знаєш От там У Києві Я знайшов Дешевий Планшет Ну Там Різниця В 2,5 тисячі Кажу Вадим Ну Це якось Ну Ну От Ні Ти поїдеш Забрати Кажу Вадим Ну Я З рук Брати З інтернету В когось Може там Щось є Яка Проблема Я в тім Не розуміюсь Ні Тату Все Ну Раз Буквально Проходить пару днів Затихнем З тим планшетом То все Я питаю Вадим Що там З тим планшетом То все А він Каже Та Та ти знаєш Та все Там треба було 50 рівню Завдатку Відправити Ну На що Кинути Я Ну Ти Важно Ребенка Указывать Не на поступок И ошибку А на то Что ты Вот дурашка Такой Это сделал Мы никогда Не называем В обидной Какой-то форме Мы называем Только поступок Следующий момент Очень важно Чтобы родитель Мог удерживать Свою собственную позицию Если он начинает Со своим ребенком Пререкаться Выходить из себя Пыхтеть Краснеть И прочее Ребенок видит Только вот проявление Его негодования Но забывает О мотиве Вот этого праведного Или неправедного гнева Но в этом случае Когда девочка Выбрала профессию Певица А родители Не могут с этим Смириться Возможно Стоит доверить Консультацию О способностях Дочки Профессионалу Познакомить Отвести ее К человеку Который действительно Умеет петь Чтобы она не сомневалась Что он это может сделать И этот человек Поговорив с ребенком Послушав Может быть Выявит действительно В ней талант И развеет сомнения Родителей А может быть В мягкой форме Ей объяснит Что это Не совсем ее стезя Еще один момент Очень часто Дети нам не доверяют Не открываются при нас Потому что они уверены Что мы смотрим на них Не объективно Ну вот давайте говорить Откровенно Мы их помним с маленького Мы их с ложечки кормили И припоминаем им Иногда какие-то колкости Поэтому вот другой человек Третье лицо Это тот человек Который с их точки зрения Будет абсолютно объективен Поэтому иногда Имеет действительно смысл Вот не от себя Заявлять какое-то мнение А обращаться К постороннему человеку Давайте откроем Следующий камень В стене недопонимания И разрешим проблему Неуверенность Тамара из Кривого рога Написала письмо Как раз по этому поводу Дочке 14 лет И она постоянно в депрессии Из-за своей внешности Постоянно говорит Я толстая Я страшная Закомплексована До ужаса Гулять не ходит Одевается в балахоны Постоянно плачет В комнате по вечерам Говорит Я себя ненавижу Хочу сделать пластическую операцию Что я уже только ей не говорила Все не помогает Что мне с ней делать Ведь она себя изведет Действительно Очень важная Острая проблема Причем как для мальчиков Так и для девочек С их родителями Главное правило Ребенка лучше перехвалить Чем не дохвалить В нашей культуре Принято говорить Ну ничего Если пятерка То молодец Если тройка То надо стараться лучше Оценивайте И хвалите своего ребенка За все что он делает Даже за его попытки Следующий момент Обратите внимание На то как вы выглядите Если ребенок Вот комплексуют По поводу того Что сама мама Сам родитель Как-то вот не в форме Вряд ли он будет прислушиваться И с уважением Относиться к тому Что вы сейчас говорите И о его внешности Не критикуйте ребенка То что модно И понятно ему Или то как выглядит он Непонятно вам Буквально все У того что вы не в их компании Ну да Очень важный момент С ребенком необходимо Обсуждать тему того Что организм Действительно перестраивается Нам очень сложно Осознать свое тело Пока мы еще Вот не пользуемся им В должной мере Мама Папа Это люди Которые могут рассказать О том что то что с тобой Происходит Это прекрасно Это естественно Это сейчас Ты чувствуешь себя так Но вот ты знаешь Вот пройдет месяц Два-три Сколько-то Какое-то время И ты расцветешь Я по-хорошему Радуюсь за тебя И завидую Что у тебя такая красивая Потрясающая жизнь впереди И вот скоро Начнется все Новое прекрасное Возвращаясь К случаю Когда моя дочка Решила стать Готом Ну во-первых Я была не в восторге Скажем прямо Вот Но опять же Я спросила Саша Аж как ты это видишь Она говорит Я хочу себе Белый грим Черную помаду Абсолютно все черное Но учитывая Что это было лето Плюс 42 Я решила Ладно В результате Мы с мужем Поехали в специальный магазин Купили ей белый грим Черную помаду Собрали все черные вещи Что могли Привезли на дачу Она красиво накрасила Сделала начес Сделала себе черный лак На ногтях Сделала губы Сделала то же самое Со своей подружкой Вышла в огород Бабушка увидела Обмерла И сказала Саша это тебе И вручила ей вязанку чеснока Да То есть мы посмеялись В этот момент Так она проходила Аж 4 дня И на этом у нас Вся готика закончилась Она посмотрела Говорит Ну на самом деле Я их не понимаю Ну Я как-то так это дело Вот сказала Ну я честно говоря Тоже А давай поищем Что есть еще В результате В тот период Когда ей было 14 лет Она по-моему Про молодежные И не очень движения Знала больше чем я Один-два прыщика Это у нас проблема Это у нас катастрофа Ну как все Я спросила Как бы вот Саша А как ты хочешь Чтобы была Вот картинка Вот как ты это видишь Она мне Нашла несколько фотографий Говорит Хочу вот так Я говорю Ну если хочешь вот так Значит у нас есть Такая вот процедура Я косметолог Поэтому у меня много Друзей косметологов Врачей То есть опять же Ребенок посмотрел Что действительно Мама говорит Не глупости Что мы начали очищать кожу Утром и вечером Начали использовать крем По типу кожи Подростковый И постепенно Этой проблемы Вообще у нас Как бы такого и не было Прежде всего Мы уделяем внимание Очищению кожи Мы подбираем средства Которые подходят Нашему ребенку Это средство Должно быть Прежде всего Натуральным Но не зацикливаемся На дегтярном мыле Мы для девочек Подбираем Пудру Которая действительно Является натуральной Легкой Прозрачной И избавляет девочку От жирной Некрасивой кожи Потом мы подбираем Обязательно Подростковый крем Который регулирует Салоотделение Регулирует Количество бактерий Акне в коже Если не дай боже У нас такая ситуация есть Но при этом Мама должна обязательно Посоветоваться со специалистом То есть Самолечение тут Невозможно Если у нашего ребенка Появляется прыщичек на лице Нужно объяснить Что царапать нельзя Давить нельзя Грязными руками Ничего мы не вынимаем Не выколопываем А аккуратненько Присушиваем Я скажу так У меня, например Детина Мой Вадим Детина, яка Спілкуваться Дуже любит Тоже было в свой час Неуповеренность Как говорят В собе В своих поступках Такий Был кругленький Плотненький Ну Може В школе Десь Оббежали Ну такий Был Не дуже Товстончик Но Товстончик И ему Это было Дискомфортно Даю Дуже Такую Рекомендацию Якщо батьки Самые Починают Слышать Починают Займатися То Детина Починает Тянутся Дня Я просто На власному Прикладі Знаю Коли я Пішов До Ігора Обуховського Займатися Коли Вадим Будем Говорити Не вірю Він Дуже Щось Вийде Але Все Рівно Став Заниматися У спортзалі Я ему Об'ясняв Я Кажу Вадим Ну Ти Почнеш Рости Скелет Почне Рости Ну Треба Звідки Збрати Ну Це Витягне Будет Все Нормально Ну Потім Він Потихоньку Потихоньку Почав Рости І Коли Було Видно Результат Почав Ходити Ще Більше У Качалку Тобто Три Рази Звернути увагу Щоб Стати Авторитетом Своїх Дітей Якщо Вони Стануть Авторитетом Дітей То Ніяких Проблем С дітьми Не буде Ні С впевненістю Ні Знавязанням Своїх Думах Ні Замкнутистю Ну Буде Все Завжди Прекрасно І Ещё Один Камень В стіне Непонимання Плохой Пример Я Зачитаю Письмо Которе Касається Здравствуйте Меня зовут Виктория Михайлова Я из Симферополя Мой сын Просто игроман Ему Всего Лишь 13 лет Но он Вообще Ничем Не интересуется Кроме Компьютера Хуже Всего Что Муж Такой Ж Я Пыталась Даже Запрещать Им Отключала Интернет Не Помогала Сын Уходил К друзьям Или В интернет Кафе Не знаю Что Мне С ним Делать Зависимость У детей Появляется Тогда Когда у них Нет Тесной Привязанности К эмоциональным Отношениям В семье С родителями Невозможность Говорить О своих Чувствах О своих Желаниях Приводит К тому Что мы Выбираем Себе Обезличенного Друга Компьютер Это Вот та же Вы знаете Наркотическая Зависимость Для человека Который Не может Общаться С помощью Эмоций С помощью Речи Конечно Если В семье Существует Негативный Пример Связанный С алкоголем С наркоманией В целом Ребенок Большая вероятность Того Что он пойдет По этим же стопам Мы неоднократно Сегодня говорили О том Что родители Это главный пример Дело не в том Что будет подражать Именно папе Или маме Дело в том Что ребенок уверен Что если вы не в состоянии Справиться Со своей какой-то Зависимостью Вряд ли вы сможете Быть полезны ему Как какой-то опыт Но позитивный пример Это не говорить Ты знаешь Я так не сделаю Я бы никогда Так не сделал Позитивный пример Это когда ребенок Видит Что вам тяжело Вот как Игорь рассказывал Тренировки Да Какую-то сдержанность Возможно в питании Еще что-то И ребенок понимает Что мой папа борется Он старается Значит у него есть Этот ресурс Вот мы с тобой Одной кровью Да Говорит ребенок Говорит я буду тоже Как ты Я понимаю Что в нашей семье Есть практика Принимать решения И находить Вот какой-то потенциал Для того Чтобы следовать ему До конца Можете тем или иным образом Все-таки решать Проблемы Которые возникают В этот период Во взаимоотношении Родителей и детей И таким образом Разрушить эту стену Непонимания И в этот момент Появится возможность Строить новые отношения Потому что не только Детям станет легче И понятнее жить Но и вы почувствуете Себя счастливыми родителями Спасибо вам огромное За ваши советы Привет, Ютуб Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий И делись им Со своими друзьями А еще подписывайся На наш канал И ты узнаешь Обо всем первым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok